Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я нахожусь в теплице и раз уж я принесла сюда камеру, снимала, показывала, как я лечу ранки у томатов, я хочу снять небольшое видео для начинающих про препараты для обработки томатов. Потому что время идет, вот уже вторая половина июля, считай лето уже половина прошло. У многих в теплицах томаты взрослые, вот я сегодня снимала урожай, показывала, что даже самые крупные уже спеют. И поэтому люди все начали задумываться, чем бы обработать томаты, чтобы как-то от болезни их защитить или что-то, даже профилактическую какую-то обработку. И вот придя в магазин, многие начинающие могут запутаться и неправильно, как вам объяснить, неправильно выбрать препарат. Или вернее выразиться так, они должны уметь правильно выбрать препарат для обработки. Я сейчас не буду говорить про хом, про бордовскую смесь, все вы их знаете, это медь содержащие. Я хочу поговорить про препараты, которые более-менее, вот такие более новые и менее известные. Вот смотрите, я позавчера ходила в магазин покупать себе, ну от насекомых, от всего. Увидела вот эти две пачки и специально купила, чтобы объяснить вам и показать на картинках. Вот смотрите, лежат две совершенно одинаковых пачки. Почему-то они даже сделаны в одном стиле, как бы специально что ли. Вот у них зеленый фон, одинаковые почти что картинки. Вот эта красная полоска, она записана для защиты растений от болезней, для защиты растений от болезней. И все. Вот это основная информация, по которой человек может подумать, что они совершенно одинаковые. Тем более, перевернув их на другую сторону, мы видим даже, что у них один и тот же производитель. Видите фирменный знак, ваше хозяйство. Ну, многие даже не читают вот эти оборотные стороны. Вот видят, например, от болезней, все, взяли, пошли. Но только когда дома мы прочитаем их, оказывается, это земля и небо, и две совсем разные. Ну, два разных препарата с разным действием. Вот на триходерме написано биопрепарат полезных почвенных грибов. А вот на этом написано, вот тут уже где-то, видите, у них скрыто как-то написано, защитное и лечебное действие. И если мы прочитаем состав вот этого, где же он, а, здесь видите, как-то под складочкой, тут видно, что это тот же самый хлорокис меди, вот что хом, что там у нас ордан, что еще что-то. То есть, вот это сильнодействующее средство с вот таким, как сказать, средством или вот препаратом, вот этот, сажик, уйди, хлорокис меди, то есть он лечит, и его можно применять уже в тех случаях, когда растения заболевают. Сейчас я прочитаю тут точно, так оно или нет. Ну, насколько я знаю, хлорокис меди. Так, огурец и защищенный грунт, и открытый грунт, и томат, все он лечит. Так, ну, я не буду время терять. Короче, вот этот вот препарат, он именно тот, который не хотят применять люди, которые, ну, занимаются выращиванием совсем натуральных продуктов. Так, последующие обработки. Все так же, как у хома и так же, как у ордана, вся та же инструкция. А вот этот он, у него даже здесь не указано время, как срок ожидания, то есть это совершенно безвредный, но он как по действию, как фитоспорин. Вот это триходерма. Для чего я это говорю? Я говорю это для того, чтобы, например, люди, которые хотят просто сделать профилактику, они могут схватить, они же одинаковые, схватить вот бронокс и сделать им профилактику. Хотя, если заболевания нет, то нужды в этом броноксе нету. Это медь содержащая, и он более сильного. Им уже лучше пользоваться, уже когда точны первые признаки заболевания. И наоборот, если у вас уже первые признаки заболевания или болезнь в разгаре, вы можете по ошибке, если вы человек, новичок в огородном деле, вы можете взять вот эту триходерму, где написано, для защиты растения от болезней. А он, как триходерма, я вот сколько читала, он больше как сдерживает, как предотвращает, сдерживает, так же, как фитоспорин. Короче, вот у этих, казалось бы, на вид одинаковых совершенно пачках, совершенно разные действия, разные действия, разный срок ожидания, разная сила воздействия на фитофтору. И еще раз вас хочу предупредить, когда вы выбираете средство, и думаете, какое средство выбрать, вы сначала определитесь, что вы хотите сделать профилактику или лечение, и потом читайте обязательно, не только вот здесь, видите, здесь просто защита от болезней, читайте обязательно обратную сторону и состав. Или это биопрепарат, или это препарат медсодержащий. Все, до свидания. Сажик с вами прощается, до следующего видеоролика. Сажик, ты на...